МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучших работников культуры Барановичей, внёсших значимый вклад в развитие и продвижение искусства, чествовали в городском исполнительном комитете. Искусство, творчество, талант. Работники культуры Барановичского района отметили профессиональный праздник. Чем глубже в лес, тем больше улов, считают заядлые грибники. Но такой азарт может обернуться трагедией. Отправился за дарами леса и заблудился. Барановичские спасатели нашли грибника. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа Вести Барановичи. В ходе официального визита в Брестскую область правительственной делегации Ульяновской области России был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Управлением спорта и туризма Брестского облсполкома и Агентством по туризму российского региона. Заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках промышленной кооперации и импортозамещения. Документы связал предприятие 558-й авиационный ремонтный завод и Центры компетенции развития промышленности. Есть предложение активизировать работу в части патриотического воспитания обмена делегациями школьников. В целом намечено подписать около десятка соглашений. Лучших работников культуры Барановича и внесших значимый вклад в развитие и продвижение искусства чествовали в городском исполнительном комитете. За личный вклад в организацию и проведение мероприятий, высокий профессионализм и другие заслуги лучших специалистов наградили почетными грамотами и благодарностями. Музыканты, работники музея, библиотекари, руководители творческих коллективов – они такие разные, но всех их объединяет одна профессия. И они гордо называют себя работниками культуры. Традиционно накануне профессионального праздника в Горисполкоме состоялось торжественное мероприятие, на которое собрались и те, чья миссия – беречь духовное наследие Родины, развивать искусство, растить юные дарования. С приветственным словом к виновникам торжества обратился мэр Михаил Баценко. Творчество объединяет и вдохновляет. Для работы и в будни, и в праздники вы создаете людям хорошее настроение. По отзывам в соцсетях, горожанам очень понравились музыкальные вечера, которые здесь были показаны. Закрытие мотосезона и другие мероприятия. Танцы в парке, музыкальные вечера на свежем воздухе. Мы рискнули в этом году брендную джаз тоже на свежем воздухе перевести, мне кажется, не прогадали. Было очень интересно и для жителей, и для гостей наших. Впереди еще много задумок. Это и новогодние праздники в новом формате, и наполнение пешеходной улицы – такой небольшой анонс. Каждый праздник, который проходит в городе, не обходится без участия культработников. Этот праздник объединяет людей творческих профессий, всех тех, кто организовывает выставки, занимается музыкой и живописью, хранит на библиотечных полках литературные шедевры, трудится над воспитанием будущего поколения в образовательных и культурно-досуговых учреждениях. С профессиональным праздником поздравила коллег начальника дела культуры Наталья Михальчик. 2023 год для культуры города Баранча выдался очень насыщенным. Для нас этот год стал, наверное, настоящим испытанием на профессионализм, стойкость, выносность и творчество, и креатив, скажем так. Начался он с областного фестиваля ярмарки «Берестейские сани». Не закончился, но пока крайнее мероприятие – это областной день единства. Я думаю, культура города Баранча выдержала все достойно, на высочайшем уровне. Нам есть чем гордиться. Поэтому я от всей души горжусь, радуюсь, что работаю с таким замечательным коллективом. Я причастна к культуре города Барановича. От всей души, накануне замечательного профессионального праздника, хочу поздравить всех причастных с профессиональным праздником, пожелать прежде всего мира, добра, уюта, тепла, быть окрыленными, лететь на работу с радостью, творить, дарить добро праздник людям. Своим ежедневным трудом деятели культуры прививают горожанам любовь к истории, литературе, искусству, формируют духовные ценности и чувства прекрасного. Бесцененный вклад в развитие творческого потенциала и раскрытие таланта подрастающего поколения. Уважаемые друзья, спасибо вам большое за вашу работу. Желаю вам крепкого здоровья, ярких выступлений, приумножения культурных традиций и новых творческих успехов. Город на это рассчитывает. Уверен, что мы с этим справимся. В этот день звучало немало достойных имен. Подружные аплодисменты зала за успехи и любовь к своему делу. Лучшим представителям отрасли были вручены заслуженные награды. В течение всего торжества хорошее настроение своим коллегам дарились солисты и творческие коллективы города. На связь с гражданами выйдут представители власти. Рассказать о проблемах и поделиться предложениями можно 7 октября с 9 утра и до полудня в исполкомах страны. Так, с жителями Барановичей диалог будет вести первый заместитель председателя горисполкома Элла Сташенко. Обращаться по телефону 65 03 45. Сельчан по номеру 68 06 80 выслушает замглава района Михаил Борисевич. Искусство, творчество, талант. Работники культуры Барановичского района отметили профессиональный праздник. День работника культуры не просто праздник. Это возможно сказать спасибо людям, которые связали с этой сферой свою жизнь. Изо дня в день они дарят хорошее настроение окружающим. Напомню, свой профессиональный праздник хранители и создатели культуры, сотрудники музеев и библиотек, специалисты домов культуры и клубов, коллективы художественной самодеятельности отметят во второе воскресенье октября. Их профессия – дарить людям праздник. Профессиональный праздник творческих, талантливых людей, делающих жизнь окружающих духовно богащей, торжественно отметили в Барановическом райспалкуме. Гостей встречала яркая праздничная атмосфера, живая музыка, песни, фотозоны. Лучших представителей сферы культуры района поздравили председателя райсовета депутатов Сергей Слива, начальника отдела культуры Оксана Щерба, профсоюзы, представители общественных организаций и объединений. Благодаря вам Барановический район живет интересной и насыщенной жизнью. Жители района имеют возможность посещать различные культурные мероприятия, выставки и концертные программы. Вы работаете тогда, когда все остальные отдыхают, щедро отдавая людям богатство своей большой души. Творческие коллективы учреждений культуры района принимают участие и занимают призываемости на смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня. Сегодня от имени Барановского районного исполнительного комитета в лице председателя Карпенко Сергея Викторовича, от всего депутатского корпуса, который я представляю, примите слова благодарности за ваш кропотливный и ежедневный труд. В Барановическом районе День работников культуры в это воскресенье отметит около трехсот человек. Это люди, без которых не обходится ни одно торжественное мероприятие. Поздравить комбайнера в поле легко, провести праздничный концерт, экскурсии с радостью, познакомить с разнообразием книг всегда пожалуйста. Все это и многое другое под силу виновникам торжества. Поэтому в преддверии профессионального праздника в адрес влюбленных в свое дело людей звучало немало слов поздравлений. Есть люди океаны, чья глубина не подвластна пониманию. Именно такие люди, глубокие, одухотворенные, работают в культуре Барановического района. Они привыкли отдавать себя, отдавать свою душу, свой талант, свое творчество людям. Поэтому в этот замечательный предпраздничный день мне хочется поздравить их с Днем работников культуры. Они действительно гордо и достойно несут это звание. Мне хочется пожелать им всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, мира, творческих успехов. Пусть и так же они зажигают сердца окружающих людей добром, творчеством. Пусть все-все у них получается. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры района и в связи с профессиональным праздником лучшие представители сферы были удостойны почетных грамот и благодарностей. В Барановичах стартовал конкурс «Наш участковый милиционер», который проводится в рамках Года мира и созидания и посвящен столетию службы участковых инспекторов милиции. Цель – показать, как важна служба правоохранителей, как много делают сотрудники для граждан. Принять участие может любой желающий. Необходимо снять короткий, но креативный видеоролик до 60 секунд. Или поделиться оригинальным тематическим фотом. Юным активистам предлагают нарисовать тематический рисунок. Авторские работы принимаются на электронный адрес увд.брест.собака.яндекс.бай до 1 ноября. Чем глубже в лес, тем больше улов, считают заядлые грибники. Но такой азарт может обернуться трагедией. Отправился за дарами леса и заблудился, а барановичские спасатели нашли грибника. В поисках были задействованы две единицы техники, пять работников МЧС, а также представители РОВД и лесничества. Поиски длились около часа. Сам мужчина отозвался на окрик спасателей. Он находился под деревом, совершенно обессиленный. Грибник страдает с сахарным диабетом. В медицинской помощи он не нуждался. Грибной сезон в разгаре. Грибники, подхватив лукошки, отправились на тихую охоту в лес. Лисички, опята и рыжики заманивают азартных грибников подальше в чащу. Потеряться даже в знакомом месте очень просто. У спасателей тревожная пора. Чуть ли не каждый день им приходится выводить из леса заплутавших граждан. В поисках даров леса они заходят так далеко, что не могут найти обратную дорогу сутками. Но даже такое приключение не останавливает их. И они снова рвутся в лес, забывая о простых правилах, которые смогут спасти им жизнь. Ежедневно в дежурную часть звонят взволнованные родственники тех, кто отправился в лес с Карзинкой. Сообщение о потерявшемся грибнике в лесу возле деревни Лесина Барановичского района поступило спасателям 4 октября около 16.55. Блуждая по лесу, грибник понял, что самостоятельно найти дорогу домой не сможет. Он позвонил своей жене и сказал, что заблудился. По голосу мужа женщина поняла, что ему становится плохо. Мужчина болеет сахарным диабетом. Гороженка приехала в Барановичский Гручес, чтобы вместе со спасателями отправиться на поиски мужа. Показать его постоянное место сбора грибов. Были организованы поисковые мероприятия, в результате которых сотрудники МЧС нашли мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась. Всего за сутки в лесах Беларуси заблудились 4 человека. Сотрудники Барановичского Гручес напоминают, перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Определите место стоянки и время возвращения. Возьмите с собой все необходимое – заряженный мобильный телефон, нож, спички, зажигалку, свисток, воду. Одевайтесь в яркую одежду. Вместо того, чтобы паниковать, прислушайтесь. Вас могут искать спасатели. По возможности разведите огонь. Переохлаждение – наиболее частая причина смерти в лесу. ФК Барановичи сыграет на домашней арене. В воскресенье 8 октября на городском стадионе пройдет поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата страны. Команда нашего города встретится с ФК «Нива» Каменецкого района. Начало в 16 часов. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин